Для муки, которую я использую, я уже выбрала пропорции, которые идеальны для того, чтобы тесто не разваривалось, не рвалось и при заморозке не трескалось. Смотрите, как работает клейковина. Какое тесто было до. Сегодня я задумалась сделать две начинки для мантов. Я еще отобью ножом вот таким образом. Манты с такой начинкой сделаем другой формы. Вот такое количество теста у меня осталось. Я его сейчас также переработаю. Ах да, чуть ли не забыла вам показать, какие они получаются. Для мантов использую говядину, не слишком жирную. Можно ее пропустить через мясорубку с крупной решеткой. Я сегодня решила мясо нарезать ножом. Напишите в комментариях, манты с какой начинкой вы больше всего любите. Затем нарезанное мясо я еще отобью ножом вот таким образом. Кроме мяса в начинку нам понадобится лук, тыква, желательно не сладкая, и картофель. Все это сейчас нарезаем мелкими кубиками. Сегодня я задумалась сделать две начинки для мантов. Одна будет с мясом, небольшим количеством тыквы, плюс лук. А вторая будет из картофеля, тыквы, также с добавлением лука. Еще самое важное, выбирать тыкву не сладкую. Немногим понравится сладковатый привкус, допустим, когда тыква будет с мясом. Единственное, что я все порезала, а картофель еще дополнительно промыла под проточной водой, чтобы смыть крахмал к фаршу, точнее к рубленому мясу говядины, добавляю тыкву. Не слишком много, примерно столько же. Добавляю сюда и лука. По 350 граммов лука и тыквы. В итоге здесь у меня получается 800 граммов мяса, 350 граммов тыквы и 350 граммов лука. Пока добавлять специи, соль и масло не буду. Сделаю это перед тем, как начну лепить манты. Потому что соль, как всем известно, начинает вытягивать сок из овощей, из мяса. Вот такая начинка для одного вида. Накрою, уберу в холодильник. А вторая, это тыква смешанная с промытым картофелем и луком. Пропорции на ваш вкус. Тоже сейчас все это перемешаю. Добавлять соль буду в процессе. Ну вот, все тоже накрываю и пока убираю до нужного момента. Для теста буду смешивать воду комнатной температуры, 1 стакан. И воду слегка подогретую, тоже 1 стакан. В итоге должно у меня получиться 400 граммов воды. Доливаем, чтобы было ровно. Вода стала теплее. Добавляем в нее соль. 2 чайные ложки. Хорошо размешиваем до растворения. Часто в соли попадаются крупные частицы. И не всегда они расходятся в тесте. Размешаем. Здесь вот останется еще осадок. Думаю, вам видно. Мы его, конечно же, добавлять в тесто не будем. Для муки, которую я использую, я уже выбрала пропорции, которые идеальны для того, чтобы тесто не разваривалось, не рвалось и при заморозке не трескалось. Использую для приготовления теста муку первого сорта. Вот отмеряем. 4 единички. Это получается 1,111 кг. Теперь сделаем углубление. Замешивать тесто я буду тестомесом. Хотя вручную всегда раньше замешивала. Тесто тугое, поэтому вымешивать его нужно будет тщательно. Сразу добавляем 2 куриных яйца. Если что-то попадается в яйцах, нужно, конечно, убрать. Опускаем крюк. Включаем медленный замес. И постепенно подливаем всю воду. Вода уйдет вся. Так как мука разная, померят той крошки, которая будет возможно оставаться. Мы будем смотреть, добавлять воды еще или нет. Его мыть пока не буду. Буду делать еще один замес. Потому что этого теста на сегодня мне мало. Тесто сейчас достанем. Оно должно получиться достаточно тугое. Помните, мы с вами готовили чебуреки? Так я там вам говорила, что тесто должно по мягкости напоминать мочку уха. Так вот здесь тесто более тугое. Не стараюсь сейчас вымешивать более тщательно, однородно. Потому что тесто и так наберет клейковину, станет мягче и потом будет легче его хорошо вымесить. Заворачиваю его в один обычный пищевой пакет. И при комнатной температуре оставляю минут на 20-30. Затем покажу, что с ним будет. Показываю тесто. Какое оно становится после 30 минут. Уже появляется более однородная гладкая структура. Но еще не до конца. Я еще пару раз примерно таким образом его буду обминать. Чтобы оно максимально было гладкое. С равномерно распределенной клейковиной. Промежуточные обминки вам показывать не буду. Покажу уже, когда начнем лепить манты. Фарш простоял в холодильнике. Теперь можно добавлять в него соль и специи. Соль добавляю из расчета на 1 килограмм чайная ложка. Здесь у меня больше килограмма. Поэтому добавляю полторы. Дальше добавляется зира. Зира по вкусу, по желанию. Любите, если добавляете. Если нет, не добавляете. А еще добавляем черный молотый перец. Еще в начинку, так как говядина постная, я добавляю растительное масло. Можно добавить курдюк, если хотите. Если есть и если вы любите. Никакой ложкой вы не перемешайте лучше, чем это можно сделать руками. И вот как только перемешаете, сразу нужно будет лепить манты. Не успеваете, делите всю начинку на 2-3 части. Смешивая со специями и солью. Картофельно-тыквенная. В нее также добавляю сейчас соль. Обязательно добавлю зиру в молотом виде. Мне нравится вкус ее. И, конечно, куда без черного молотого перца. Конечно же, растительное масло также добавляю. Манты с такой начинкой сделаем другой формы. Чтобы их отличать в заморозке. Смотрите, как работает клейковина. Какое тесто было до и какое стало после. Даже слегка прилипает. Сейчас, не обминая, отрежем небольшой кусочек. И уже из этого кусочка начнем лепить манты. Есть разные способы лепки. Я вам покажу самый простой, которым пользуюсь сама. То же самое, как на пельмени. Только кусочки мы будем отрезать чуть потолще. Для того, чтобы сама лепешка у нас получилась больше. Чуть больше, чем грецкий орех, получается кусочек. Все кусочки срезами сейчас обваливаю в муке. Придавливаем. Тем самым у них уже получается более круглая форма. Это удобно при раскатке. Края будут у нас округлые. И пока складываю в сторонку. А как часто вы дома делаете полуфабрикаты? Готовите пельмени, вареники, манты. Или покупаете. А может быть вообще забыли про них. И редко едите. Лишнюю муку я убираю. И начинаю раскатывать. Можно складывать лепешки одну на другую. Но не больше 5-6 штук. Потому что тесто, в зависимости от времени, сколько оно лежало, может быть более эластичным. И пока вы будете раскатывать, раскатывать, эта стопка просто склеится. Значит, стопку я переворачиваю и беру уже нижний. Потому что он набрал эластичность. Берем фарш. Поднимаем к центру. Слегка небольшое расстояние склеиваем. С каждой серединки поднимаем к склеенному краю. Залепим просветы. И склеим между собой хвостики. Вот такой обычный домашний мант. Вот эти хвостики. Сейчас покажу, как можно еще по-другому сделать. То есть точно так же лепим. Но соединяем не вот так. А как бы один за другим. Чтобы они не торчали. Манты с говядиной готовятся 45-50 минут. Если говядина нарезана кусочками, не фарш. Вот так. Овощные с тыквой и картофелем. 30-35 максимум. У меня есть вот такой противень. На который я укладываю сначала пакет. И на него заморозку. Отправляю в холодильник. В морозильную камеру. Так. Это тесто накрываю, чтобы не заветрилось. Сюда начинку. Определяем центр. Защип. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Поворачиваем. Снова защип. Этот защип сюда. Потом в обратную сторону. Протолкнем начинку, чтобы не мешалось. И опять в противоположные стороны доходим до центра. Вот так. Заготовки сделаны. Это манты с мясом и тыквой. Здесь с тыквой и картофелем. Здесь еще с мясом. И еще с тыквой. Вот такое количество теста у меня осталось. Я его сейчас также переработаю. Покажу, что я делаю. Надолго это тесто я не собираюсь оставлять, потому что со временем, так как здесь находятся яйца, тесто становится такое в черную крапинку. Разогреваю на максимум, беру лепешку, еще слегка могу ее растянуть и накрываю несколько минут буквально. Сколько буквально минута, появились золотистые пятна, можно убирать. Сразу скажу, что для приготовления этих лепешек можно использовать гриль, как у меня. Лепешки получаются такие суховатые. Отлично подходят под заморозку. Их просто достала буквально несколько минут и они как свежие. Либо раскатать все это тесто и на раскаленной сковороде пожарить. Ну все, лепешки готовы. Ага, чуть ли не забыла вам показать, какие они получаются. В общем, обычный лаваш, хлеб. Продолжение следует...